Слава Господу, братья и сестры! Время, когда он пришел в храм Божий, я думаю, вы помните, что привлекло его. Там написано, что он пришел в Дом Божий, братья и сестры, как? По вдохновению. Знаете, что-то произошло в его сердце, Бог коснулся его, позвал его в этот Дом Божий, и я верю в то, что сегодня мы с вами, мы тоже пришли, братья и сестры, у нас есть какое-то вдохновение, у нас есть какое-то желание, чтобы прославить Бога, есть какое-то желание получить Слово от Господа. Ибо если мы приходим, дорогие братья и сестры, по обыкновению, то ничего не поменяется в нашем сердце. Мы уйдем такие, какие мы пришли. Но если я иду в Дом Божий, я приготовляю свое сердце, я размышляю о том, Господь, я желаю что-то получить от Тебя. Господь, я желаю уйти отсюда другим, я желаю, чтобы Ты обновил мою внутренность, Ты коснулся меня. Братья и сестры, я верю в то, что Бог способен и силен даже в самых, знаете, трудных, тяжелых каких-то обстоятельствах нашей жизни дать свой мир, утешение и поддержку. Как-то вчера я работал дома, выполнял определенную работу дома и уже шел день к концу, к вечеру, и очень сильно я повредил ногу. Это голень сверху, верхняя часть, вот шнурки застегиваются, такой сильный груз, таким острым, знаете, углом, так сказать. Очень сильно ударил на мою ногу, от боли я просто упал, не смог даже задержаться на ногах. Очень сильная боль, и это настолько было сильно, я не мог даже ступать весь вечер, знаете, не мог ходить. И первая мысль, Господи, завтра нужно быть в Доме Твоем, нужно служить народу Твоему. Господи, как я пойду в Дом Твой? И знаете, настолько очень сильная боль была, и моя супруга, я благодарен Господу за ней, она пыталась, знаете, какие-то мази, что-то, чтобы говорить, как ты завтра будешь, вот, ну, как твоя нога будет, знаете, помашь, говорит, ну, ну, знаете, я очень вечером как-то рассуждал, молился, искал Господа, и в сердце пришла очень сильная вера от Господа. Знаете, настолько Бог посетил благодатью Своей, буквально вечером, когда молился, очень сильно Бог коснулся, и пришла вера в то, что не надо ничего мазать, завтра утром ты встанешь, и не будет никакой боли. И с таким, знаете, состоянием сердца я ложусь, думаю, Господи, я верю в то, что Ты силен исцелить, облегчить, чтобы завтра ничего не было. И знаете, когда сегодня утром я проснулся, первая моя мысль, Господь, исцелил ли Ты мою ногу? Знаете, в сердце снова есть, Господи, я верю, что Ты исцелил, и первое, что я думаю, Господи, я встану, я попробую идти, смогу ли я идти вообще? И знаете, когда я сегодня встал утром, я начал ступать ногу, я начал просто идти, никакой боли. Слава Господу. Знаете, Бог настолько, братья и сестры, обновил, укрепил. И даже когда я обувался, немножко я что-то пытался, ну, знаете, чувствовать, но когда начал идти, и уже сегодня, когда приехал в Дом Божий, я иду просто, и даже мысли нет, что что-то вчера произошло. И я искренне благодарен Господу, что я могу сегодня предстоять перед народом Божиим, перед Господом. И я благодарен, братья и сестры, Богу, что у нас есть Бог. И Он вселяет в наше сердце веру. И это вера нечеловеческая, это вера Божья. Когда ты понимаешь, что Он живой Бог. Когда ты понимаешь, что Он слышащий, что Он отвечающий, братья и сестры, и к такому Богу мы приходим, такому Богу мы служим. Я вспоминаю немножко, прошло уже времени, это уже несколько лет прошло, у меня была немножко подобная ситуация в жизни. Однажды я был в гостях, это также была суббота. Мы сидели за столом, общались с одной семьей, пили чай, и на столе лежал нож. Он как-то лежал на краю стола, и я не помню, кто в тот момент я, или кто рядом сидел, этот нож так зацепили, знаете. И он падает со стола, и острием лезвия ударяет мне по лодыжке сверху тоже эту часть, и перебивает артерию или вену, как правильно, может, медики меня поправят. И открывается кровотечение. Пульсировать начинает кровь струей, но мы не растерялись в тот момент, как бы есть определенные навыки, как поступать в данной ситуации. Знаете, остановили кровотечение, и я помню, очень сильно, также была очень сильная боль. И настолько сильно я не мог ступить, и это была суббота, воскресенье, мне нужно было ехать в другой церковь, также служить. И утром, когда я проснулся, воскресный день, я не мог вообще ступить. Настолько сильнейшая боль, кто переживал, я думаю, эти моменты, тот меня поймет. И очень сильная боль, невозможно просто ступить на ногу. Я начал молиться, Господь, если ты желаешь, чтобы я поехал в ту церковь, ты желаешь благословить, служить там, Господи, соверши чудо. Явить свою милость. И знаете, и после этой молитвы я принимаю решение, думаю, Господи, я как-нибудь, я попытаюсь дойти, может, до лифта, еще мы в квартире жили, до машины, и ехать в то служение. И знаете, когда мы уже, я дошел до машины, ехали в служение, и уже приехали на ту местность, я просто выходя из машины. Знаете, просто происходит чудо, полностью боль утихает. И полностью настолько Бог снял, и пошел следующий день служения, после служения. Я забыл даже, что у меня там перебита была, там, да, кровь, текла из раны, и никакой просто боль. Братья и сестры, я благодарю Господа. Я благодарю Господа, что Он живой Бог. И мы можем приходить к такому Богу, и у Него есть утешение, и группа пела Псалом о том, что только в Нем, братья и сестры, есть тот мир. Только в Нем есть та отрада для нашей души, та Божья поддержка. Хочу читать Божье Слово, делиться тем Словом, которое Господь положил мне на сердце, то, о чем я молился, рассуждал. Это два местописания, и первое, это книга пророка Аввакума. Довольно известные, знакомые будут местописания, но я верю, что это слово от Господа, сегодня оно нужно для нашего ободрения и укрепления. Третья глава, 16 стих, говорит такие слова. Я услышал и вострепетала внутренность моя. Привестия всем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия. Еще одно местописание, книга Иова, это также знакомое местописание будет для всех нас, 22 глава, 21 стих. Сблизься же с ним и будешь спокоен, через это придет к тебе добро. Аминь. Таких два местописания, братья и сестры, я хочу предложить нам сегодня перед молитвой рассуждать над этим словом. И первое местописание, которое мы с вами прочитали, Аввакум, знаете, он сказал такие слова. Если мы немножко выше, знаете, почитаем местописание, почему эти слова он сказал, что же все-таки произошло в тот момент, почему все-таки пришел какой-то страх, трепет в его жизни. И здесь он молится определенной молитвой Богу и что-то начинает видеть. Знаете, он видит, как совершает эту молитву, насколько Бог, он, ну мы здесь читаем немножко выше в стихах, что, ну, пришествует он Господа. Насколько Бог все-таки есть, ну, страшен, знаете, он милость, он добрый Бог, но насколько велико могущество его. И здесь он 12 стихом, здесь выше говорит, во гневе шествуешь ты по земле и в негодовании попираешь народы. Немножко ранее, 8 стих, он говорит, что разве на реке воспылал Господи гнев твой, разве на реке негодование твое или на море ярость твоя, что ты вошел на коней твоих. И он здесь, я не буду затрагивать уже, он описывает выше, как Господь грядет. И знаете, при вот всем этом, то, о чем, ну, было ему как бы открыто, он видел, понимал, знаете, в его сердце пришел определенный страх. И мы прочитали с вами этот стих, он говорит, я услышал, вострепетала внутренность моя, при всем задрожали губы мои, знаете, написано, даже боль проникла в кости, колеблется место подо мной. Знаете, видя все это, понимая, насколько же Бог все-таки велик, могуществен, страшен, знаете, вот этот человек, он как бы убоялся. И среди всего этого, он, знаете, как бы подводит некий итог, говорит, независимо от того, насколько все страшно, он говорит, я должен быть спокоен. Знаете, братья и сестры, очень интересное такое высказывание, вот как можно быть спокойным, если что-то происходит. Об этом я сегодня хотел бы говорить для нас, вот это слово перед молитвой. Знаете, в нашей жизни, братья и сестры, мы многие проходим определенные обстоятельства, переживания. И очень важно, когда что-то приходит в нашу жизнь, братья и сестры, быть спокойным нам. Я вспоминаю немножко ранее, когда мы строили наш дом, и когда начались военные действия в соседней стране, и у нас тоже сильно летали самолеты, я думаю, вы помните. И возле нашей стройки, как бы посадочная полоса, и весь день большие самолеты, они садятся, взлетают, знаете, вот такое вот вокруг как бы неспокойствие. И встречаешь людей, насколько люди даже, еще, ну, слава Богу, ничего не было, никаких, знаете, таких, ну, переживаний, но люди боялись. Я помню, встречаю одного верующего брата, и он начинает мне говорить, Илья, слушай, такое происходит, все, начнется война, зачем мы эти дома строим, слушай. И знаете, ты стоишь, вроде с человеком говоришь, он настолько в тебя вселяет какую-то вот страх, боясь. Но в моем сердце настолько мир был тогда, я просто слушал, удивлялся, думаю, брат, слушай, ты ходишь в дом Божий, ты слушаешь Богу, и ты, ну, просто переживаешь. И он говорит, слушай, я построил дом, а как дальше будет? И ты видишь, что от человека пришел страх, пришло какое-то, ну, расстройство, нет вот этого мира, покоя Божьего. И я как-то приезжаю, думаю, говорю, супруги, слушай, встретил человека, одного брата, и настолько он мне, ну, пытался, говорю, как будто сбить меня. Но в моем сердце как-то был мир, говорю, супруге своей, ну, Господь, мы же советовались, прежде чем строить дом, если бы что-то происходило, и наш дом мог бы как-то пострадать. Я думаю, говорю, Бог бы не допустил нам строить его. И, знаете, пришел сердцем мир, пришел сердцем мир, какой-то покой, и как-то оно, ну, ты понимаешь, что все непросто было, неспокойно вокруг, но тем не менее мир. Братья и сестры, вот все эти моменты нашей жизни, то, что вокруг происходит порой, то, что происходит лично в нашей жизни, то, с чем мы встречаемся. Знаете, эти порой обстоятельства, ситуации убирают из нашего сердца мир Божий. Вот это то, что приходит в нашу жизнь, оно убирает всякий покой порой. Но вакуум говорит, что бы ни происходило, я должен быть спокоен. Братья и сестры, как сохранять вот это спокойствие, как сохранять это состояние, когда вокруг все тяжело, когда в твоей ситуации есть определенные вопросы, и они не решаются. Когда порой врачи что-то говорят, какие-то диагнозы, люди на стороне говорят, да у тебя все плохо. Дорогие мои, как сохранить мир сердца? Мне вспоминается вообще апостол Павел, когда Первая апостольская церковь, когда он описывает, знаете, как они жили в то время. Мы помним, насколько приходилось переживать определенные трудности, и во втором послании к Коринфянам он упоминает и говорит, что мы это всюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, не излагаемы, но не погибаем. И, казалось бы, вопрос, как вам удается не отчаиваться даже в таких обстоятельствах? Вас гонят, вас бьют. Мы читаем, знаете, послания к евреям о мужах веры, то, что с ними происходило. Знаете, как приходилось страдать за веру в Христа. Кто-то перепиливанный был, кто-то, знаете, что-то очень больно, какие-то ущербы были, и даже для плоти. Друзья дорогие, но те люди в то время, мы читаем, они не расстраивались и не отчаивались. И когда ты смотришь, читаешь, ты удивляешься, как даже в отчаянных обстоятельствах не отчаяться. Как даже в таких тяжелых обстоятельствах сохранить в сердце мир? Как его сохранить? Братья и сестры, и порой что-то и происходит в нашей жизни, чтобы проверить, способен ли ты хранить мир в своем сердце. Порой, знаете, приходят те моменты в нашей жизни, когда они начинают показывать и открывать, что внутри нас. Если там нету того состояния спокойствия, мира, то когда ты с чем-то встретишься в своей жизни, выйдет именно то, что наполняет тебя. Можно сказать, да у меня в сердце мир, да у меня покой, все в порядке. Но когда что-то пришло, какая-то ситуация, ты что-то услышал в свой адрес, какая-то проблема в твоей жизни. И, братья и сестры, сразу я хочу обратить внимание, первая наша реакция, что происходит с нами. Или мы заведемся, да, в каком-то раздражении, может, в гневе, или же мы спокойно сможем сказать, Господь, все в руках твоих. Братья и сестры, оказывается, это непросто. Говорить, может быть, легко как-то увещевать, наставлять. Но когда что-то приходит в нашей жизни, оказывается, непросто сохранить мир в своем сердце. Непросто быть спокойным, как сказал Аввакум, это непросто сохранить спокойствие. Это, братья и сестры, непросто. Когда все вокруг, может быть, знаете, сгущает, попробуй сохранить этот мир сердца. Но, дорогие мои братья и сестры, есть Божье Слово, которое дает нам определенные советы и направления, как же нам все-таки быть спокойным. И мы прочитали книга Иова, вот этот стих, я очень люблю эти слова, которые оставлены для нас. Еще раз напомню, сблизься же с ним и будешь спокоен, через это придет тебе добро. Братья и сестры, оказывается, вот он ключ к тому Божьему спокойствию и миру в нашем сердце. Когда мы сближаемся с Господом. Когда в этих отчаянных, может, обстоятельствах ты приходишь и говоришь, Господь, может, все плохо вокруг, но я иду к тебе, нужен мне ты. И я нуждаюсь в твоем мире. И первый вопрос, который мне бы хотелось сегодня задать, для каждого из нас отметить. Дорогие мои братья и сестры, с чем или с кем сближаемся мы? Если в своей жизни мы не с Богом сближаемся, а с какими-то другими вещами, и даже взять самое простое, то, что сегодня очень сильно прогрессирует, это интернет, это телефон, это какие-то, может, новости. Друзья мои, если мы сближаемся с этими вещами, то однозначно мир в наше сердце и спокойствие никогда не придет. Придет какой-то страх, придет рассорчирование, придет какая-то боль, тоска. Что же будет дальше? А как мы дальше жить будем? А время тяжелое. Господи, как мы дальше будем? Друзья, дорогие, но когда мы сближаемся с Богом, Бог способен дать твое сердце, то спокойствие и мир в твое сердце. Когда, может быть, есть какой-то диагноз в твоей жизни, и ты не знаешь, как дальше тебе жить. Но когда ты приходишь в Божье присутствие, ты получаешь Слово от Господа, и это Слово способно вести тебя. Это Слово способно руководить тобой. Это Слово способно вселить веру в твое сердце, чтобы, несмотря ни на что, ты способен идти и говорить, мой Бог живой, и я тому Богу служу. И если мы доверили, дорогие мои братья и сестры, жить в эти руки живого Бога, мы должны знать и понимать, что даже если что-то придется проходить, Он с нами, Он рядом, Он поддерживает нас. И поэтому сегодня вот есть хорошее время, дорогие мои братья и сестры, обратиться нам к Божьему Слову и посмотреть, какой же все-таки совет нам дает это Слово. И оно говорит, сблизься же с Ним. Братья и сестры, не с человеком сблизься, совета ища. Порой человек тоже может поддержать это хорошо, но все-таки, когда мы сближаемся с Богом, когда мы приходим в молитву с Ним, когда мы открываем Его Святое Слово, когда это Слово начинает говорить нашу жизнь, дорогие мои братья и сестры, тогда что-то происходит гораздо больше, и в одном из салмей описывается, что велик мир у любящих закон твой. Оказывается, Слово Божье, если ты полюбил, если ты полюбил этот закон, если ты ищешь в нем именно поддержку, ищешь в нем это утешение, дорогие мои братья и сестры, это Слово способно поддержать, это Слово способно подкрепить. И нам приходится в жизни сталкиваться с различными обстоятельствами, которые порой мы проходим. И знаете, я даже замечаю, вот, и в своей жизни, да, когда у тебя трое детей, и порой, знаете, когда твои дети что-то могут, ну, учудить такое, извините за такое выражение, может, Слово не очень хорошее что-то сделать, да. И твоя реакция, как отца, как родителей, вот, знаете, порой, знаете, не просто, оказывается, сохранить даже мир, ты начинаешь как-то наказывать, да, что-то говорить как-то, и тебя заводят, особенно когда твои дети могут, знаете, что-то, ну, сломать. То, что дорого тебе, знаете, и тут ты понимаешь, вот, оказывается, ты открываешься, что в твоем сердце. Вспоминаю один такой момент, однажды как-то на нашем участке у нас есть теплица, где мы, ну, садим определенный огород, да, и помню как-то однажды, смотрю нашу теплицу, кто-то очень сильно так по кругу порвал всю, знаете, порвал, вся в отверстиях таких, даже местами вот рука пролазит, настолько вот, такие дыры. И я как-то спрашиваю детей, слушайте, ну, что-то за дела, кто-то мог сделать. Дети говорят, ну, это тот и тот мальчик соседский, ну, конечно, мы убедились, проверили все-таки, не сваливают ли дети на других кого-нибудь, но, знаете, в этот момент как-то тебя, вот, что-то в том сердце начинает происходить. Оказывается, вот, ну, зацепили тебя прям, знаете, вот, как будто заживое. Ну, это какие-то материальные ценности, да, то есть, средства заплаченные какие-то. И я в тот момент думаю, Илья, спокойствие, будь спокоен. Как-то подзываю этого соседского мальчика, ему где-то 5-6 лет, и спрашиваю у него, говорю, слушай, ты это сделал или нет? Вот, кто это сделал? Молчит. И я говорю, слушай, ты это сделал? Ну, кто это сделал? Вот, порвал нам так теплицу сильно. Он, смотрю, голову опустил уже. Говорит, ну, да, я. Я говорю, слушай, а почему ты это сделал? Ну, говорит, я зашел в вашу теплицу, посмотрел, в ней очень мало кислорода, жарко. Я решил добавить кислорода, взять по кругу эту теплицу, обойти, так знаете, чтобы добавить в ней кислород. И ты понимаешь, такая смешная ситуация, да, но, тем не менее, она в твоем сердце, она что-то проверяет. Да, твою реакцию, как ты вообще реагируешь на эти вещи? Ну, конечно, я пообщался, сказал, чтобы он больше не делал, у нас в соседе заборов еще нет, да, может пойти к другим соседям кислорода немножко добавить. Знаете, как-то поговорил, потом сказал все-таки его маме, говорю, ты не наказывай сильно, но поговори, что так делать нельзя. Мы мирно, очень, с улыбкой на лице, знаете, разошлись, никаких вопросов у нас не было с соседями, все хорошо. Ну, знаете, простая, братья и сестры, ситуация, да, и она что-то проверяет в нас. Вообще, нашу реакцию, способны ли мы сохранить мир в сердце, способны ли мы быть спокойными, даже в таких вот простых, может быть, это простая ситуация, но, тем не менее, она что-то за собой несет. Дорогие мои братья и сестры, оказывается, даже через наших детей мы способны проверяться. Знаете, способны проверяться наше сердце, насколько мир в нашем сердце, спокойствие, способны ли мы сохранить его. Но сегодня я хотел бы, может, говорить о более таких, напомнить для нас тяжелых каких-то ситуациях, обстоятельствах нашей жизни, когда, знаете, оно касается, как будто заживое в нас. Знаете, когда порой может человек нас зацепить, когда, знаете, что-то сказать нам могут. Друзья, дорогие, и способны ли мы быть спокойными? Способны ли мы сохранить в своем сердце мир? Способны ли мы отрагировать правильно, чтобы не вышло от нас раздражение, гнев, какие-то такие неправильные вещи, плоды нашей плоти? Помните, послание к Римлянам описывает 5 глава «Плоды Духа». И один из плодов Духа, который там описан, это есть мир. И оказывается, братья и сестры, чтобы вот этот плод Духа вырос в нашем сердце, то его надо взращивать. Невозможно, чтобы раз, и у тебя уже есть этот плод Духа. Оказывается, приходят какие-то обстоятельства, ситуации в жизни твоей, которые, они, знаете, как будто взращивают тебя. Вот как ты реагируешь? Как ты поступаешь? Насколько ты способен сохранить мир сердца? Насколько ты способен быть спокойным? И поэтому, братья и сестры, я бы хотел, чтобы сегодня это слово, может, было неким напоминанием для нас. Как мы способны быть спокойны в различных ситуациях нашей жизни? И о Вакуме, еще раз напоминаю, он говорит, что бы ни происходило, какие-то, может, тяжелые обстоятельства, моменты моей жизни, я должен быть спокоен. И далее, когда мы читаем этот отрывок Писания, он говорит для нас, что даже если 17 стих хотя бы не расцвела смоковница, не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться Господе и веселиться Боге спасения моего. Братья и сестры, это непростое время, когда не стало пропитания. Мы обобщим эти вещи, когда голод пришел. Он говорит, я все равно буду сохранять сердце, свой мир. Я буду сохранять спокойствие, даже если чего-то я лишусь. Если где-то я буду ущемлен, я буду сохранять это спокойствие. Дорогие мои братья и сестры, на самом деле это непросто, но как мы прочитали книгу Иова, она говорит для нас, что когда мы сближаемся, братья и сестры, с Богом, Он способен дать наше сердце мир. Он способен дать нашему сердцу спокойствие, сблизься же с Ним. Будешь спокоен, через это придет тебе добро. Добро придет не от решения той, может быть, ситуации, в которой ты живешь. Ситуация, может быть, останется прежней, и обстоятельства не поменяются. Но когда ты сближаешься с Богом, все вокруг вроде бы осталось по-прежнему, но вдруг в твое сердце есть мир. Вдруг ты реагируешь на те обстоятельства по-другому. Вдруг ты начинаешь смотреть с другой стороны. Господь, может быть, что-то ты допустил в моей жизни. Господь, ты чему-то учишь меня. Господь, ты что-то производишь в моем сердце. Братья и сестры, это происходит лишь только от сближения с нашим Господом. И поэтому я бы хотел, чтобы сегодня мы с вами, братья и сестры, сблизились с Ним. Чтобы на этом богослужении мы сегодня сблизились с Ним. Когда мы пойдем по нашим домам, по нашим семьям, когда мы будем склоняться перед Господом дома, братья и сестры, чтобы мы сближались с Ним. Аллилуйя! Чтобы мы не сближались с интернетом, с телефоном, с каким-то видимыми вещами. Друзья дорогие, но чтобы мы сближались с Господом. Через это придет добро. Через это придет спокойствие. Мир твое и мое сердце от отношений с Господом. И поэтому Бог пусть благословит каждое сердце. Мы теперь давайте склоним наши колени. Будем искать Господа и сближаться с Ним. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Аллилуйя, Тебе, Господь, Аллилуйя, Бог наш! Господи, в это утро, Господи, вместе с народом Твоим мы благодарим Тебя. Господи, за милость Твою обновленную над нами, Господи, благодарим за то солнышко, которое взошло над нами, Господи, Аллилуйя, благодарим, что мы сегодня в Доме Твоем, Господи, Ты нас собрал во имя Твое Святой Отец, Аллилуйя Тебе, Господь, благодарю Тебя, Господи, что мы можем приходить на это место, и Ты говоришь для нас, Господи, Ты учишь нас, Ты утешаешь, Ты поддерживаешь, Господи, Ты допускаешь порой различные обстоятельства в нашей жизни, Господи. И в этих обстоятельствах Ты даруешь свое успокоение, Ты даруешь свое утешение, Господи, Ты даруешь нам свою поддержку, Ты помогаешь, Господи, нам проходить, Господь, Отец, и Ты даешь нам эти советы через Слово Твое, Господи. И я прошу Тебя, Господь, Ты знаешь каждое сердце, Отец, мы к Тебе приносим каждого брата и сестру, Отец, кто проходит непростые обстоятельства в жизни своей, Отец, дай хранить это спокойствие, дай хранить сердце мир, Господи, чтобы Боже ничто не могло, Господи, сбить. Господи, с этого пути, Господь, но дай в Тебе искать эту поддержку, дай в Тебе искать это утешение, Господи. Помоги нам сближаться с Тобой, Господь, прилагать старания, усердия в наших домах и семьях, Господи, чтобы мы сближались с Тобою, Господи. Не с какими-то видимыми обстоятельствами, Господи, и с какими-то вещами, Господь, но чтобы мы сближались с Тобою, Господи. И через это придет спокойствие, через это придет добро, так Слово Твое говорит. Мы, Господи, поддерживаем каждого нашего брата и сестру в этой молитве, Господи. Помоги нам, Господи, проходить. Помоги нам, Господи, правильно проходить, Бог мой. Боже, чтобы ничто плохое не выходило из нашего сердца, Боже, но чтобы наше сердце, оно было наполнено тем миром, той любовью, Господи, во имя Иисуса Христа, Бог мой. Благодарю, Господи, что в Слове Твоем мы находим эти советы, это утешение, ободрение, Господь. Благослови, Господи, дальше это служение. Духом Твоим, Святым, Господи, поведи. Пусть Твоя благодать, она сходит на народ Твой. Господи, благослови братьев, говорящих Слово Твоё, возьми удел уста их, употреби во славу Твою, благослови хор, группу, Господи. Пусть всё звучит во славу Твою для назидания народа Твоего. А нас, слушающих, Господи, также благослови, чтобы народ Твой был внимателен, Господи, чтобы каждая душа сегодня, она получила Слово от Тебя, Господь. Прими, Господи, благодарность в это утро от нас, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.